Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Президент Республики Казахстан Касымжамар Кемелый Штухаев выступил с посланием народу Казахстана. Справедливый Казахстан, закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм. В котором глава нашего государства отметил, что следует кардинально повысить эффективность государственного управления, для чего госорганам следует больше внимания уделять анализу обращений граждан. Не снимается с повестки дня проблема повышения компетенций госслужащих. Все назначения, считает президент, следует реализовать с учетом профессиональных и моральных качеств кандидатов, а также их результативности на предыдущих должностях. Понятно, что на данном этапе в нашей стране в опотном модернизации госслужбы уделяется очень большое внимание. Что же делается в этом направлении в нашей Шамбулской области? Надеюсь, ответы на этот и другие вопросы нам поможет найти гость первой студии, руководитель управления государственной службы Департамента Одессы Республики Казахстан по делам госслужбы по Жамбулской области Тумабеков Ермек Абдуллаевич. Ермек Абдуллаевич, приветствую вас на площадке. Здравствуйте. Ну, мы все казахстанцы стали свидетелями очередного исторического обращения президента нашей страны на рогу Казахстана. Вот по вашему мнению, каким образом послание главы государства может повлиять на дальнейшее развитие государственной службы в нашей стране? В целом, послание вообще главы государства, оно для того и создается, чтобы именно направить основные направления деятельности, обозначить цели и задачи, которые стоят перед обществом, в данном случае перед государственной властью. Если кто обращал внимание сам на сам текст послания, оно разделено так условно на 9 таких пунктов. И вот хотел бы я заострить внимание именно на восьмом пункте, что касается деятельности государственной службы и госуправления. Самый восьмой пункт озаглавлен так, что следует не кардинально повысить эффективность государственного управления. То есть президент здесь выдвинул такую задачу, что, во-первых, он упомянул о той концепции, которую он уже выдвигал более пяти лет назад, о концепции служащего государства. То есть за этот срок, что удалось сделать, резюмировал это, что удалось кое-каким образом, но все-таки наладить диалог государственных служащих с самими гражданами, то есть с обществом. Которым они служат. Данная концепция уже сформировала на сегодняшний день уже новую модель поведения государства, госуслужащих проактивную и открытую, то есть более ответственную уже и эффективную. Теперь, чтобы обеспечить дальнейшее развитие диалога между государством и обществом, всем, естественно, нужно действовать исключительно в рамках действующего законодательства и отвечать за свои слова и поступки. В этом, я надеюсь, мы еще коснемся, до этого был принят целый ряд программных документов и в то же время, что в послании озадачен на тот момент, что более демократическим обществом мы движемся. Так только вот с 2021 года уже начиная, в нашей стране уже избрано уже 2500 акимов сел, что составляет уже на сегодняшний день порядка 90% от общего их количества. В остальных селах уже выборы будут проходить уже по истечении сроков полномочий данных глав акимов. Средний возраст новых их акимов, согласно посланию, составляет 46 лет. 60% из них ранее не работали на государственной службе. То есть, если вы заметили, то раньше мы выбирали тех, кто имеет опыт работы на государственной службе, но в настоящее время приоритет уже отдается тем лицам, которые имеют не просто опыт государственного, а опыт управленческий и обладают довольно-таки высокими компетенциями. Среди них также есть предприниматели, члены различных партий. Одним словом, сейчас управленческий корпус очень значительно в степени обновился. Более того, осенью уже прошлого года, также и в нашем регионе, и в целом по республике, проводились выборы уже акимов районов и городов областного значения. По новым правилам уже по всем регионам нашей страны было избрано уже 45 акимов. В дальнейшем эта работа будет также продолжаться. — Виктор Иванович, а вот что означает, по Вашему мнению, термин, озвученный главой государства, кардинально повысить эффективность государственного управления? — Да, давайте обратимся обратно к посланию. Помимо вот восьмого пункта, который я сейчас только что озвучил, там есть еще два таких пункта. Вот как вопрос сам звучит, еще раз зачитайте, пожалуйста. — Кардинально повысить эффективность государственного управления. — Да. Каким образом повышается эффективность государственного управления? Обращаемся к пятому пункту. Важно последовательно повышать кадровый потенциал страны. То есть сама госслужба это часть тоже экономики же. То есть обеспечение экономики нашего государства первая очередная задача это обеспечение квалифицированными кадрами. И здесь прежде всего стоит преодолеть острую нехватку самих отраслевых специалистов. То есть вот многие спрашивают а какие для госслужбы могут быть не только в привычном понимании юристы или экономисты. Есть такая специальность как государственное местное управление. Гому их коротко говорят. В общем повысить, создать новый так сказать пул молодых управленцев. В этой связи также мы раньше в этой студии озвучивали уже и тот же президентский молодежный кадровый резерв. Проведенный недавно региональный кадровый резерв. То есть эффективность управления государством должна непрерывно повышать. Это первостеперная задача любой страны в принципе при любом времени и в любом строе. В любом действующем строе. Вот, Терек Талович, вы уже в целом коснулись вопроса выборности Акимов. Об этом и президент наш говорил в своем послании. Вот все-таки некоторое время уже прошло. По вашему мнению, насколько эффективной получилась эта работа в нашем регионе? Доказали ли избранные Акимы, что вот действительно вот эта система избрания Акимов? Ну по линии нашего направления именно агентства управленческие аппараты Акиматов именно стали более мобильными. Более, как бы это сказать, в компьютерном отношении более грамотными. Легче реагируют на те или иные вызовы и нештатные ситуации. То есть мобильность самого аппарата многократно повышена была. Благодаря именно вот омоложению и улучшению кадрового потенциала всего управленческого корпуса. Это явно видно уже по самим цифрам. Потом есть такой показатель, вот чистая сменяемость, то есть уход с системой государственной службы. Этот показатель, он неуклонно снижается. То есть люди уже заинтересованы в этом. Они знают, за что отвечают, с чем сталкиваются. То есть сама компетенция госслужащих в целом неуклонно, она повышается уже. Благодаря именно выборности. Он уже знает, кого набирать. Потом идет уже не просто, как говорится, с улицы набрал, а путем проведения всех возможных конкурсных процедур, о которых я затрону их позже. Как они, методы прямого и всевозможные методы отбора сейчас уже существуют. Не только один уже. Все это способствует тому, что, как указывал и глава государства, эффективность самого госаппарата, она на сегодняшний день, если не ошибаюсь, уже в несколько раз превышает даже ту эффективность, которая в начале 2000-х была. Понятно. Григорий Анатольевич, вот еще один момент в послании главы государства, как бы, да, так проходил красной нитью, да, вот. Речь идет о цифровизации, да, и информатизации, да. Что, по вашему мнению, дал перевод всех государственных органов в единую кадровую информационную систему? Во-первых, прежде всего дал невероятную мобильность и быстроту принятия кадровых решений. Я уже неоднократно раньше затрагивал, что существует такая интеграционная информационная система Еказмет, куда включены все действующие государственные служащие. Более того, данная информационная система, она распространяется на всех государственных, ну, на тех, на которые распространяются законодательства государственной службы. Перевод личных дел осуществлен уже в электронном формате. Назначение, дисциплинарная практика, перемещение государственной службы, проведение конкурсных процедур даже осуществляется путем интеграции именно в этой системе. Более того, ранее у нас существовал ряд госорган, когда сам на заре становления государственной службы, каждая ведомство старалось создать свою информационную систему. Сейчас же это все объединено в одном. То есть при переводе, переходе даже в другой, неважно, в другой регион, в другое ведомство, никаких проблем с этим не возникает. То есть это равно тому, как бы переключили бы клавиши на компьютере. То есть все это быстро. Даже элементарно, вот даже он тест сдает, он кучу бумаг, сертификаты носит. Сотрудник кадровой службы уже видит кандидата, он знает, сдал он тест, либо не сдал. Он видит это в системе Еказмет. Это просто достаточно ему узнать фамилию и данные этого кандидата. Настолько это удобно. И это в любой точке Казахстана. Хорошо. Виктор Иванович, по вашему мнению, каков сейчас основной вектор развития госслужбы в нашей стране? Какие направления преобладают и являются, по вашему мнению, стратегическими? Так, ну вот как вот в послании было оговорено ранее, до этого, 17 июля президентом страны была утверждена концепция развития государственной службы на 2024-2029 годы. Ранее у нас прежде концепция утверждалась в 2011 году. Если вы вспомните, тогда развитие вот корпуса управленческого было. Сейчас вот настало уже новое время немножко. Приоритеты поменялись. И более того, ввиду того, что идет всеобщая цифровизация госслужбы, и более быстро надо решать те или текущие задачи, поэтому теперь государственная служба получила новую концепцию. Согласно новой концепции, уже планируется фактически уже на следующий год принятие новой редакции закона государственной службы. И у нас наша, если я раньше оговорил, что вот госслужба в мире делится в основном на две модели. Это карьерная и позиционная модель. Чтобы улучшить как бы эффективность всего госуправления, сейчас идет поэтапный переход к так называемой гибридной модели государственной службы, сочетающей в себе именно лучшие черты, как карьерной, так и позиционной модели. То есть притом прямого назначения, это прямое назначение, и конкурентный подход именно при назначении. Или прямой поиск специалистов с учетом их профессионализма и потенциала. Хорошо. Что подразумевается под конкурентным подходом при подборе кадров на госслужбу? Конкурентный подход это и есть конкурсный отбор. Те же самые выборы Акимов. Это конкурентный подход. Идет конкуренция между кандидатами, правильно? То же самое и конкурсный отбор. А конкурсный отбор у нас обусловлен чем? Он обусловлен именно конституционным принципом. Статья 33 Конституции, что для граждан, что каждый имеет равный доступ на государственную службу. При участии и сам конкурсный отбор у нас на сегодняшний день пока делится на два вида конкурсов. Это есть внутренний конкурс, есть общий конкурс. Конкурсная процедура, вот благодаря всем этим изменениям, которые в настоящее время приняты, максимально упрощена. Я, как уже говорил еще раз, кучу документов таскать не надо. Например, для участия во внутреннем конкурсе достаточно всего двух документов. Для кого внутренний конкурс? Это для государственных служащих. То есть в нем принимают участие все государственные служащие. Всего два документа нуждаются. Это заявление и послужной список. Все остальные данные, как уже говорил, в ЕКОЗМИТе можно найти на этого послужащего. При участии в общем конкурсе уже потребуются три документа. Это уже заявление, документ об образовании и послужной список. Почему документ об образовании? Потому что это лицо может не являться госслужащим, ЕКОЗМИТе просто этого документа может и не быть. Потому что его личное дело еще не сформировано. Так что на его счете максимально упрощено это. Данные о тестировании и прочие данные уже есть в системе. Потом, я уже говорил, что именно конкурсные процедуры, как конкурентный подход, он еще несколько этапов подразумевает. То есть лица, впервые поступающие на государственную службу, в обязательном порядке проходят тестирование. Тестирование на знание законодательства и оценку личных качеств. То есть это два этапа тестирования. При этом лица, не преодолевшие повторные значения, на сегодняшний день имеют возможность повторного прохождения тестирования через 15 дней. Вместе с тем, у нас, какая практика раньше была, вот, до первой предприятия, первой редакции закон о государственной службе, еще в 2000 году, была практика такая, что служащие проходят тестирование только при поступлении на конкретную должность в конкретный государственный выбор. Сейчас он может в любое удобное время пройти это тестирование. Он получает сертификат, условно говоря. Этот сертификат действительно в течение года. То есть в течение года он может на любой конкурс, куда он соответствует по своему опыту, квалификационным требованиям, уровня образования, он имеет право подать документы. То есть максимально удобно. Более того, здесь при вашем вопросе не могу упоминать еще один момент. Агентство у нас уже второй год, третий год даже, извиняюсь, новый формат проводит отбора на государственную службу. Я о нем уже как-то рассказывал. Новый формат, он чрезвычайно интересный. С 1 января 2025 года в нашей Джамбурской области он тоже заработает. Он предусматривает полностью проведение конкурсных процедур на базе Еказмета, только в онлайн формате. То есть тестирование проходится уже в условиях вообще 24 на 7. А единственное, время оговорится в момент собеседования, потому что надо собрать, соответственно, комиссию. Он комиссию не видит, они его тоже соответствуют. Общаются через экран, они задают вопросы и система подсчитывает баллы, то есть эффективность его ответа. И после этого выявляется так кандидатом. В Джамбурской области данный порядок, я еще раз планирую, будет запланирован уже в 2025 году будет проводиться. Уже ряд министерств и Веновс, в том числе и агентство по делам государственной службы, уже второй год проводит данный порядок. В этом деле, Михаил Миколаевич, вот помимо тех механизмов, о которых вы рассказали, есть ли, каким образом еще молодые перспективные специалисты могут попасть на госслужбу, сделать карьеру, вырасти по служебной лестнице? Есть, я же говорил, еще есть метод прямого назначения. Это такое новшество проведено, было в прошлом году уже было сделано. В чем его особенность такая? У нас есть выпускники вузов, как я уже говорил, которые готовят те специальности, которые необходимы именно в госаппарате. Так вот, результатом обучения, которые прошли не ниже GPI 3,33 и обучались на гранте, то есть прошли обучение в организациях образования в рамках государственного заказа, то есть полный грант имеется в виду, эти лица при этом бале, то есть это отличники, ударники, можно так сказать, проще говоря, могут занять административные государственные службы низового уровня на сельско-районных уровнях любого госоргана в течение года с момента окончания вуза. Удобно? Удобно. То есть, если он закончил вуз с хорошими оценками, учился на гранте, он возвращается в свое село в случае вакансии, в течение года он может в неконкурсном порядке занять должность, низовую должность в государственном органе. И, естественно, дали, что прости, уже необходим карьерный рост, для этого уже необходимо проведение тех или иных конкурсных процедур, либо система переводов. Виктор Иванович, вот был такой вот вид отборов, в прошлом году он тоже был, это был отбор в президентский молодежный кадровый резерв. Чья это вообще инициатива? Планируется ли создание подобного резерва на региональном уровне? Будет ли еще подобный отбор в ближайшей или долгосрочной перспективе? Так, вообще, я хотел бы подчеркнуть, одна из первых публичных инициатив Тукаева Казар-Кибелыча, именно в роли главы государства, и именно и стало это проведение отборов в президентский молодежный кадровый резерв, который, как судя по программному документу, он как бы должен был служить действенным социальным лифтом для талантливой молодежи. То есть было оговорено, что это должны быть лица до 35 лет, имеющие высшее образование, и 7 лет, 5 лет стажа работы. Неважно в каких отраслях, не обязательно иметь стаж государственного службы. Они проходили довольно-таки сложный отбор, путем тестирования, асессмент, анкетирования, структурированного интервью. После этого в конце проходили интервью, это уже собеседование в национальной комиссии, и оттуда отбирали наиболее лучших. И вот первый раз он стартовал в 2019 году, потом он продолжился в 2021 году и в 2023 годах. То есть на сегодняшний день уже, получается, три раза он был проведен. И сегодня данные лица, которые были зачислены в президентский молодежный кадровый резерв, напрямую работают на многих управленческих должностях, в том числе и в нашем регионе. У нас вот заместитель Акимов области, там Абеков, он один из первых, кто прошел отбор в президентский молодежный кадровый резерв. Заместитель и председатель агентства один у нас тоже есть, он тоже выпускник, имеется в виду кандидат, который был зачислен в президентский молодежный кадровый резерв. И вот в сегодняшний день такой же вопрос, уже сами понимаете, возник уже и на региональном уровне. Акимы областей тоже подняли вопрос. Да, эти лица могут, ну как правило понимаете, человеческую психологию он хочет работать в центральном уровне, так же, чем выше, тем это да. И вот такой вопрос возник в проведении регионального кадрового резерва, уже что-то в этом роде, только на региональном уровне. И именно в этом году начался отбор именно на региональном уровне, то есть во всех регионах страны были созданы региональные кадровые комиссии. Председатель, как правило, глава региона на них, ну в данном случае Аким нашей области. И начался, стартовал он 1 марта, последнее заседание прошло уже, у нас, сразу скажу, было 478 участников. То есть молодежь весьма активно откликнулась, активно участвовала. Был довольно-таки жесткий отбор, так же методом тестирования, асессмент менеджмента и собеседования, структурированного интервью самой комиссии. По итогам было отобрано уже 26 августа 25 кандидатов. Теперь срок нахождения в региональном кадровом резерва составляет 2 года. В течение 2 лет тот или иной местный исполнительный орган имеет право им предложить какую-либо государственную должность, которой они подходят по своим коалифицированным требованиям. То есть эти ребята уже проверены, а отобраны, и они готовы? Да, то есть вот эти процедуры конкурсные им уже проходить не надо. Будет метод прямого назначения, поскольку они являются уже резервистами на местном уровне. Удобно? Удобно очень. Спасибо, Валерий Владимирович. Вот существует в народе, да, бытует мнение, что в госслужбе работают, как правило, представители титульной национальности, да, вот казахи, да. Первый вопрос, правда ли это? И второй вопрос, сколько госслужбе, представители иных национальностей, кроме образующих, гособразующих, работают в госслужбе в нашем мире? Есть ли такие лица? Нет, это надо к мониторингу, я просто результаты мониторинга с собой не захватил. Естественно, и в Конституции, и в законе о госслужбе главное требование обладание гражданством республики Казахстан. Никто не может быть ущемлен, либо притеснен по каким-либо, независимо от национальности, расы и пола. Поэтому другие национальности также у нас присутствуют и в нашей системе госслужбы. Просто, по сути, просто в нашем регионе, например, казахское население составляет большинство, соответственно, и где-то порядка 70-80, соответственно, примерно такое же количество и госслужбов, пропорционально этому. А так я много знаю лица, которые не титульные национальности, даже многие мои друзья, которые работают в системе госслужбы в Джамбургской области и на руководящих должностях. Тот же вопрос касательно гендерных принципов. Женщин он как? И женщин, кстати, женщин даже сейчас большинство. Вот это я могу точно вам сказать. На сегодняшний момент женщины преобладают даже на госслужбе. Где-то 50 с чем-то процентов. Уже больше, чем мужчины становятся. Они проходят все те же самые стадии отбора, и никаких послаблений к ним нет. Вы знаете, вот, например, если взять статистику правоохранительных органов, да, там, само собой разумеется, да, мужчин больше. Но административные государственные службы на сегодняшний день, да, женщины преобладают даже. Они те же этапы отбора проходят, тут главное владеть необходимыми компетенциями же, а не быть там мужчиной или женщиной, правильно? А, Елена, как бы, да, вот мы много сегодня с вами говорим о послании, мы много говорим о государственной службе, да, о различных способах и механизмах, да, стать госслужащим, да. И все-таки, вот, я думаю, что некоторые молодые люди вот сидят и думают, а когда кужак-то-керек, что нужно? Каким критериям должен отвечать молодой человек или девушка, да, чтобы стать госслужащим? Вот, какие документы иметь, о чем помнить, вот, особенно если речь идет, вот, может быть, у нас студенты сегодняшние или школьники смотрят, да, о чем они уже сейчас должны задумываться, если в будущем хотят стать госслужащим? Исходя из вашего вопроса, я отвечу вот так, поэтапно. Если вы студент, учитесь на гранте, на государственном гранте, и имеете результат обучения не ниже 3,33, как я уже говорил, вы имеете право поступления на внеконкурсной основе, на низовой уровень сельскими районными уровнями, ну, сельскими районными местностями. Если вы хотите попасть в областной центр, то, естественно, необходимо прохождение конкурсных процедур. Для остальных категорий граждан, которые не обладают статусом госслужащего, либо в силу каких-либо причин когда-то были уволены из системы, теперь обратно вернулись, для них, как я уже говорил, им только одна задача поступления в общем конкурсе, для него требуется только заявление, документ об образовании и послужной список. Ну и, естественно, сдача теста, тот тест, который необходим для той или иной категории. Программ тестирования у нас всего три, первая программа, вторая программа, третья. Ну, там уже ту должность, в которой люди грамотные, они могут найти, то есть объявления все печатаются, это в СМИ есть, и также в НАИГОВ, где вакансии на сайте агентства, называется раздел «Вакансии на региональном уровне», «Вакансии на центральном уровне». необходимую вакансию, если он найдет, требования к образованию, все там есть. Сдача теста, и, пожалуйста, смело будешь сдавать документы. А, Игорь Иванович, а есть ли ограничения по возрасту? Я почему это спрашиваю? Бывает так, что человек, там, ну, занялся, там, допустим, бизнесом занимался, да, или, там, служил в тех же, там, органов проохранительных или в вооруженных силах, ну, постепенно понял, или, там, на заводе где-то, не факт. Я понял вас, да. И пришел к мысли, что почему бы не стать госслужащим, но, тем не менее, ему, там, уже, там, больше 30 лет, и ему говорят, ты, наверное, не подойдешь. Есть ли какие-то возрастные ограничения? Есть. Единственное ограничение по возрасту – это достижение пенсионного возраста. Он для всех един во республике Казахстан. Никаких других ограничений по возрасту пока нету и не будет, надеюсь. А вот все-таки ваши советы тем, кто, вот, уже, вот, там, людям, там, за 35, за 40, да, и они, вот, задумываются, да, ну, понятно, да, там, идти где-то низовую начинать на Соне, да? Не обязательно низовую. Вот здесь, вот, много, постоянная ошибка, вот, граждан наших, да, вот, я на госслужбе не работал, могу рассчитывать только на низовую, не только. На сегодняшний день я, вот, хотел вас затронуть вот эту тему, что коалитационные требования к должностям переработаны. Там, во-первых, раньше вот коалитационные требования, они включали 9 пунктов, очень тяжелые были для восприятия. Вот агентство эту работу завершило, оно очень большой труд провели, и она состоит сегодня из четырех позиций всего лишь. И там оговорка есть такая, имеющий опыт работы в соответствующих областях, соответствующих функциональным направлениям данной государственной должности. То есть, если он имеет опыт управленческий, он может претендовать на довольно серьезную позицию, в том числе в управленческом секторе. Так что... На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова